Еще одна спецоперация Кремля. Петр Порошенко может попасть в книгу рекордов Гиннеса. И сколько на самом деле есть времени у стран НАТО, чтобы подготовиться к российскому вторжению? Обо этом расскажу подробнее в эфире НЕХТА. Самые важные и интересные новости. Россия уже в конфликте с Западом, но пока этот конфликт не явный, хоть и в горячей фазе. Потенциал России в производстве военной техники чрезвычайно вырос. Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия испытает на прочность статью 5 и солидарность НАТО. Нельзя увозить детей с оккупированных территорий, а тем более менять им идентичность, навязывая свое гражданство, так считают в ООН. Мы пришли к выводу, что существуют доказательства насильственной передачи детей из Украины в Россию. Мы не можем определить количество этих детей, но мы знаем, что их много. Перестановки в Грузии, как страна приближается к российской зависимости. Мы можем быть довольны собой и довольны своей работой только тогда, когда все эти проценты исчезнуты. Останется 0% оккупации и 0% бедности. Это наша мечта, это наша Грузия. Спасибо, что смотрите. Спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и подписываться на наш канал. Это совсем несложно и совсем недолго. Пойдемте. Интервью Владимира Путина американскому пропагандисту Такеру Карлсону не могло не быть спецоперацией, так считают в украинской разведке. Там называют Путина геополитическим сумасшедшим, который, цитирую, рассказывает о каких-то глупостях о международном праве, истории и решает, каким нациям существовать, а каким не существовать. И рассказывает мемы об австрийском генштабе. Конец цитаты. Это не могло не быть спецоперацией. Безусловно, это средство воздействия. Это информационно-психологическая спецоперация. Да, российская спецоперация. Потому что целевая аудитория этого интервью – это свободный мир, западный мир. Эти лживые нарративы и пропаганда должны были бы в чем-то убедить свободный демократический мир. ГУР выделяют особую важность для россиян – способность влиять на западную аудиторию, то есть на демократический мир. Манипуляция здесь заключается в том, что просто какие-то факты неудобные Путиным замалчиваются, какие-то процессы оставляются за кадром, а какие-то подчеркиваются, наоборот, на них акцентируется внимание так, чтобы представить, что Украина не субъектна, что она появилась как проект советского государства исключительно, что украинского народа как такового не существует и так далее. В общем, и российской, и украинской аудитории эти тезисы хорошо известны. Путин уже несколько лет, больше чем два года уже их распространяет и устно, и в видеоинтервью, и в своих статьях. Но для американской аудитории, видимо, это должно быть чем-то новым. Особенно для такой американской аудитории, которая ориентирована на атакера Карлсона, которая смотрит его. То есть люди более консервативных взглядов, которые, может быть, там не очень вникают в какие-то тонкости политических взаимоотношений в Европе и тем более в России и в Украине. Ну вот для них Путин как бы пытается им открыть глаза на то, что происходит. Петр Порошенко может попасть в Книгу рекордов Гиннеса за самое длительное изучение материалов дела, в котором он фигурирует. Изучением пятый президент Украины занимается уже полтора года. А я напомню, Государственное бюро расследований объявило теперь народному депутату о подозрении в государственной измене и содействии террористическим организациям, так называемым ЛДНР. По состоянию на сегодняшний день подозреваемый в госизмене Порошенко знакомится с делом ровно полтора года. Он единственный, кому прокурор не ограничил сроки ознакомления с уголовным производством. Общественные активисты планируют обратиться по этому поводу к представителям Книги рекордов Гиннеса для увековечения этого величайшего факта. Выходит, что пятый президент Украины может войти в историю и таким образом тоже. Россия быстро перевооружается и готова будет напасть на страны НАТО уже через несколько лет. И у России есть потенциальное желание сделать это, проверить НАТО на прочность. Так говорит министр обороны Дании. Потенциал России в производстве военной техники чрезвычайно вырос. Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия испытает на прочность статью 5 и солидарность НАТО. Это не было испытанием для НАТО в 2023 году. Это новые знания, которые сейчас выходят на первый план. Еще министр говорит, что прямой угрозы, по крайней мере для Дании нет, но Россия может воспользоваться гибридными методами и дестабилизировать ситуацию в странах-членах Альянса без прямого участия армии. Россия находится в конфликте с Западом, говорит представитель Федерации в ООН. А территории, которые Россия уже захватила, она не отдаст. Этот вопрос не подлежит обсуждению. Я думаю, что это не подлежит обсуждению. Они уже присоединились к Российской Федерации. Это решенный вопрос, а мы не готовы к переговорам. Мы находимся в конфликте с Западом, это точно. Мы говорим об этом открыто. Это марионеточная война, которую Запад ведет против России, к сожалению, за счет жизни украинцев. Поставляя оружие, включая не только обычное оружие, но и кассетные боеприпасы, системы залпового огня, снаряды с объединенным ураном, участвуя в военном планировании, в спутниковом картировании. США и Запад, конечно, соучаствуют в происходящем. Небензя говорит о глобальной безопасности и что Путина не услышали тогда еще в 2007-м, и он, вероятно, обиделся. Комитет ООН по правам ребенка в четверг призвал Россию прекратить насильственное перемещение детей из оккупированных территорий Украины. Также требует не давать им российское гражданство, не навязывать его, тем самым подменяя их идентичность. Так Россия нарушает международное право. В ООН просят вернуть детей в свои семьи. В докладе, посвященном России, комитет ООН по правам ребенка заявил, что Москва должна предоставить информацию о точном количестве детей, вывезенных из Украины и их местонахождении, для того, чтобы можно было идентифицировать и вернуть их домой. Мы пришли к выводу, что существуют доказательства насильственной передачи детей из Украины в Россию. Мы не можем определить количество этих детей, но мы знаем, что их много. И мы можем, что подтверждает это, так это фактические меры, которые Россия приняла для упрощения процедур получения российского гражданства и передачи детей под опеку в российские семьи, включая уполномоченного по правам ребенка. Киев утверждает, что 20 тысяч детей были вывезены из Украины в Россию без согласия их семей или опекунов. А Международный уголовный суд добивается ареста Владимира Путина за предполагаемую незаконную депортацию, которую Кремль, естественно, отрицает. Парламент Грузии завершил законодательно аркировку в управлении правящей партией правительством. Парламент Грузии проголосовал за утверждение Ираклия Кабахидзе в качестве нового премьер-министра страны после того, как на прошлой неделе правящая партия «Грузинская мечта» выдвинула его на этот пост. Теперь уже бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили еще в прошлом месяце заявил, что уходит в отставку для того, чтобы дать преемнику время подготовиться к парламентским выборам, которые должны состояться в октябре. И планировал как раз занять место Кабахидзе в руководстве партии. Сегодня 20% территории Грузии оккупировано, и 15% населения Грузии живет за чертой бедности. Мы можем быть довольны собой и довольны своей работой только тогда, когда все эти проценты исчезнут, и останется 0% оккупации и 0% бедности. Это наша мечта, это наша Грузия. Опросы показывают, что «Грузинская мечта» остается самой популярной партией, но теряет позиции с 2020 года, когда она получила минимальное превосходство в парламенте. За время правления «Грузинской мечты» традиционно прозападный Тбилиси углубил свои связи с Москвой после начала широкомасштабного вторжения в Украину. Более полусотни терактов во время выборов в Пакистане, все это несмотря на, как говорит исполняющий обязанности министра внутренних дел страны, исключительные условия безопасности. Несмотря на все меры предосторожности, произошло 56 террористических актов, и в этих 56 инцидентах мы потеряли трех военнослужащих, двух солдат Ливии, семь полицейских, а также двух гражданских лиц и двух детей. Нация должна понять, что, когда правительство находится у власти, оно должно принимать решения, направленные на благо народа, и его главная обязанность — обеспечивать безопасность людей. Именно поэтому мы решили, что должны предпринять шаги для обеспечения безопасности наших граждан, независимо от того, сколько критики нам придется вынести. По словам министра, сотни тысяч военнослужащих разных видов войск, правоохранительных органов и гражданских чиновников сосредоточились на тысячах квадратных километров по всей стране, обеспечивали порядок во время проведения выборов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших лайков, комментариев и репостов, и жду, что вы подпишетесь на наши каналы, ведь это очень важно, ведь так нас с вами больше становится, а YouTube показывает эти видео и другим пользователям. На этом у меня все, до встречи и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok